Он приходил, уходил и снова возвращался, но всегда оставался собой. Ниссан Жук всегда был самым главным возмутителем спокойствия среди стройного ряда компактных кроссоверов. Как и у всякой экстравагантной личности, недостатков у него предостаточно. С обзорностью у Жука настоящая катастрофа. За передними стойками люди, переходящие дорогу, прячутся целыми семьями. Зеркало заднего вида мешает обзору вперед, если водитель выше среднего роста. В дождь примерно треть лобового стекла вообще не очищается из-за игрушечных дворников. Обзор назад тоже не ахти какой. Внутри Жук полон эргономических странностей. Куда делась регулировка руля по вылету? Она не появилась даже после рестайлинга. Высоким и двинноногим Ниссан противопоказан. То, что автоматический режим есть только у водительского стеклоподъемника, уже не удивляет. Эргономика салона ужасная. Все не на своих местах. От подлокотников на двери, на которые не положить локоть, до ручника, за который переднему пассажиру дергать удобнее, чем водителю, светует Владимир из Владивостока. Полно в салоне Жука и других несуразностей. Центральный подлокотник спереди шел как дополнительная опция. Солнцезащитные козырьки слишком маленькие. Особенно страдает от этого водитель. В крошечные подстаканники поместится стакан с кофе, но крупный смартфон туда не положить. Боковая поддержка на подушке водительского сиденья во время движения трется о чрезмерно раздутый центральный тоннель и скрипит на кочках. Морозов Жук не любит. Начинает скрипеть дешевый пластик салона. Это ладно. Хуже то, что нередко замерзают замки дверей. Из-за этого ранним утром Жук может попросту не открыть хозяину дверь. Глупо ждать простора на втором ряду от кроссовера, который построен на платформе хэтчбека Nissan Micro. Его тут и нет. Сюда даже сесть непросто. Дверной проем узок, пороги ничем не прикрыты, обязательно испачкаешься. В кроссовере сзади очень тесно. И по ногам, и по высоте. Передние седоки поджимают. Крыша давит со страшной силой. Третий здесь точно лишний. Тут даже у двоих запросто может начаться приступ клаустрофобии. Никаких удобств вроде подлокотника и подсветки тут нет. Отдельных воздуховодов тоже не предусмотрено. Как-то с друзьями отправились на выходные в Финляндию. Поехали на жуке. Когда через час я пересел на переднее сидение, это было счастье. Сзади довольно тесно, и из-за вертикальной спинки дивана очень устает спина. Пишет в своем отзыве Вячеслав из Санкт-Петербурга. Объем багажника у жука бывает разный. У полноприводных версий 207 литров, у переднеприводных 251 литр. Самые хозяйственные, рестайлинговые жуки с их багажником объемом в 354 литра. Все равно маловато. Для увеличения объема придется отказаться от докатки, заменив ее на емкое подполье. Либо привыкать раскладывать задние сидения. Сделать это можно только из салона. Но и с этим могут быть проблемы. Если за рулем рослый водитель, то для того, чтобы сложить спинки второго ряда, его кресло придется сдвинуть вперед. Вдобавок пятая дверь жука маловато, а погрузочная высота большая, что тоже не добавляет удобства. Из отзыва Галины из Волгограда. Понимаешь, что багажник маленький, когда после сезонной замены резины везешь старый комплект домой, и для этого приходится складывать спинки задних сидений. На нашем рынке жук предлагался с двумя вариантами моторов объемом 1,6 литра. Атмосферник в зависимости от комплектации развивал 94 или 117 лошадиных сил. В любом случае для жука этого оказалось мало. Атмосферный двигатель откровенно слабый. 117 сил совершенно не чувствуется. На низах машина не едет совершенно. Очень противно, когда начинаешь движение, а ее всю трясет, как старуху с болезнью Паркинсона. Машина начинает более-менее сносно ехать только после 3000 оборотов, пишет в своем отзыве Артем из Иркутска. Если нужен жук, который едет, то под капотом должен быть турбомотор мощностью 190 лошадиных сил. Но с ним и хлопот больше. Динамичная езда приводит к быстрому растяжению цепи ГРМ. В холода промерзает магистраль картерных газов, что вызывает различные масляные течи. Классического автомата у жука никогда не было, только вариатор. Он долго думает при разгоне и делает все слишком плавно. К тому же эта конструкция любит нежное обращение и частую смену масла. Вариатор не выносит динамичной езды с тупым нажатием газа в пол. При таком обращении он скоро попросит немало денег на ремонт. Делится опытом Игорь из Ярославля. Жук. Машина очень шумная. Шумку явно пожалели. После 3000 оборотов двигатель слышно очень хорошо. И это плохо. Даже музыка не в силах заглушить этот жуткий раздражающий вой. Вдобавок у жука довольно жесткая подвеска. При проезде ям и полицейских кроссовер весь аж содрогается. К тому же ходовая кроссовера любит поскрипывать в зимнее время. Ну и зачем он такой нужен? Тем не менее в свои лучшие годы Жук отлично продавался. Владельцы им довольны и не устают нахваливать. Внешность Жука до сих пор вызывает много споров. Кому-то она жутко нравится, а кого-то от нее просто тошнит. Ниссановский кроссовер никого не оставляет равнодушным. Страшно прекрасный автомобильчик. Его чертежи, несомненно, были найдены в черновиках сумасшедшего художника. Шутит пользователь с ником 2метра из Москвы. У Жука не самое толстое и прочное ЛКП, но коррозии Ниссан сопротивляется упорно. Сколы ржавеют медленно. Даже самые старые Ниссаны внешне имеют достойное состояние, если они, конечно, не биты и крашены. Жук это не какой-нибудь недокроссовер с маленьким клиренсом. Дорожный просвет у него составляет 170-180 мм в зависимости от версии. Не так уж и мало для машины, которую многие принимают за чудаковатый приподнятый хэтчбэк. Парковка у бордюров, заезд на них и проезд через них даются Ниссану относительно легко. Короткая база и минимальные свесы позволяют кроссоверу смело штурмовать любые препятствия. Жуку достались хорошие кресла. Базовые сидения, которые обладают умеренной боковой поддержкой и подушкой оптимальной длины, вполне удобны. Но лучше, конечно, спортивные сидения, которые радуют отличным профилем и хорошей боковой поддержкой, но избавлены от экстремальной жесткости. Салон у Жука не скучный, под стать внешности. Приборы по-спортивному упрятаны в колодце. Между сидениями торчит мотоциклетный бак с селектором коробки. Интерьер кроссовера можно украсить цветными вставками, которые могут быть красными, желтыми, белыми или черными. Особенно выделяется версия НИСМА, где салон отделан алькантарой. Зимой Жук быстро прогревается. Салон-то маленький. Заводится кроссовер тоже без проблем, даже если за бортом суровый сибирский мороз. Из опыта Александра из Кургана. Во время командировки по северам лично проверил морозоустойчивость Жука. Завелся даже при минус 40. Конструкция подвески Жука зависит от типа привода. У переднеприводных кроссоверов сзади стоит полузависимая балка, а на полноприводных – независимая трехрычажная схема. Спереди у всех версий без альтернативной и стойки Макферсон. В любом случае ходовая не отличается особыми капризами и не разорит в обслуживании. Выручает широкий выбор неоригинальных запчастей. Даже переднеприводной Жук едет увлекательно, а уж турбированный с полным приводом – настоящий горячий кроссовер. Прав Владимир из Новосибирска. Жук довольно управляемый и маневренный. Рулится отлично, кренится минимально. К тормозам Жука никаких претензий быть не может. Они точные и информативные. Чтобы к ним адаптироваться, хватит и нескольких замедлений. Причем они такие у всех Жуков, независимо от типа двигателя. «Тормоза просто супер! Срабатывают моментально!» – хвалит Жук Константин из Рязани. Жук с базовым мотором в плане расхода топлива очень экономичен. При спокойной манере езды расход всего 7,3 литра на 100 километров в смешанном цикле и при работающем кондиционере. «Где еще такое найдешь?» – радуется Лариса из Краснодара. Главные плюсы автомобиля Ниссан Жук. Необычный экстерьер. Удобные кресла. Интересно оформленный салон. Интересная управляемость. Достаточный клиренс. Хорошие тормоза. Основные минусы. Плохая обзорность. Огрехи эргономики. Теснота на втором ряду. Маленький багажник. Слабый базовый мотор. Жестковатая подвеска. Недостаток шумоизоляции. Подводя итог, можно сказать, что Ниссан Жук – самый своеобразный кроссовер в классе. Его внешность непременно привлекает внимание. Настолько он необычен. Салон тоже заскучать не даст. Хотя по-настоящему удобен только для двоих. Зато у Жука приличный для такой крохи клиренс. С любым из моторов Ниссан радует хорошей управляемостью, а его ходовая достаточно надежна и не разорит в ремонте. Отличный молодежный кроссовер. Потому оценка, набранная Ниссан Жук в читательском рейтинге Дрома, составляет достойные 8,8 баллов. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Рольф Вешки. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какие еще машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дром. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч!